По факту гибели прокурора Сизова возбуждено уголовное дело. Это сообщает Следственный комитет. Напомню, начальник управления Генпрокуратуры России Вячеслав Сизов стрелял в себя из стабильного оружия. Потом он долго находился в критическом состоянии и в итоге скончался в НИИ имени Склифосовского в воскресенье. Стрелял он в себя сам, хотя записки и не оставил. И теперь дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи собираются проводить даже посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Вообще дело Сизова пресса рассматривает в контексте конфликта между прокуратурой и Следственным комитетом. Напомню, что верхушку подмосковной прокуратуры уже сняли из-за дела подмосковных казино. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил накануне, что рассматривается вопрос и о возбуждении уголовного дела по статье «Доведение до самоубийства». Статья, кстати говоря, крайне редкая. По ней почти никого не осуждают. Также СМИ упоминают, что Хинштейн в этом конфликте выступает на стороне прокуроров. Мы связываемся с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, и по идее он должен быть у нас на связи. Александр, вы здесь? Да, я здесь, и даже не по идее. Здрасте. Ну, чудесно. Тогда у меня к вам вопрос. А что вы такого знаете про дело Сизова, чего никто не знает? Почему его, как вы думаете, довели до самоубийства? Ну, вопрос, если говоря, странный. Я не знаю, чего такого я знаю, чего не знает кто-то другой. Я лишь знаю те факты обстоятельств, которые, известно, мне, они свидетельствуют о том, что существует объективная очень незначная ситуация, человеческая трагедия, при которой ушел из жизни человек, кстати, очень достойный. И я его лично знал. И эта ситуация довольно странным образом пытается быть использована в откровенно плановых политических международных разборках. То, что мне откровенно не нравится. Вопрос о возбуждении уголовного дела встал с самого момента. Буквально на второй же день после того, как произошло это происшествие, были внутри Крестного комитета споры, как происшествовали эти действия. Наиболее расхожей версии было именно доединить до самоубийства. Вот, Саша, как раз я хочу вас перебить с одной стороны, а с другой стороны узнать поточнее. Ну, а здесь же, мне кажется, ну, так, на взгляд поверхностный, исходя из данных, которые нам известны, довольно понятная ситуация. Человек стрелял себя сам из стабильного оружия. Нестабильного, кстати говоря, это ошибка. Он стрелял себя нестабильного, а из наградного оружия. Из наградного? Да, марки ПММ. Ну и как можно в этой ситуации предполагать, что кто-то его на это натолкнул, кто-то его довел до самоубийства? Как можно об этом судить? Ну, на самом деле судить о том, что толкнуло Сизова на этот шаг, довольно сложно, по крайней мере, ни у меня, ни у его родных, ни у его коллег нету на сегодняшний момент четкого внятного действия. Потому что ни по работе, ни дома у него не было никаких проблем. И в этот день все, кто с ним общался, в первой половине дня, не замечали ничего странного сверхъестественного. Что там произошло? Ну, на этот вопрос, повторяю, ответа пока нет. То, что это не убийство, ну, совершенно очевидно. Очевидно, и по тому, как произошел выстрел по входу пули, по пороховым следам. Ну, на этот вопрос очевидно нужно ответить. Вопрос только с точки зрения правовой, профессиональной, как это сделать. Саша, я прошу прощения. К сожалению, у нас короткий выпуск, и судьба заставляет меня вас перебить и закончить разговор. Большое вам спасибо, что были с нами на связи. С нами разговаривал Александр Кинштейн, депутат Госдумы.